Дорогие братья и сестры, как хорошо, что Господь так устраивает, что мы имеем подобные общения. Я думаю, что и в вашей области уже много-много таких общений было, и у нас в Харьковской области тоже. И вот отмечаю, что даже если ничего нового не услышим, и все равно они имеют большую ценность для нас. Так как-то мы устроены, что притупляется острота понимания, даже если то, что мы знаем. И в жизни мы соприкасаемся с какими-то трудностями в семье. Вот сейчас вот брат говорил о значении слов. Ну, вроде бы знакомое, но никто не скажет, что я такое не слышал, да? И сижу, вот я даже сам думаю, да, надо больше на это внимание обратить, и на эту деталь надо больше внимания обратить. В своей семье, в своей жизни. И вроде всего знакомое, и как оно нужно, и как оно ценное. Вместе побыть, и опять как-то обозначить эти нужды наши, переживания наши, и о детях, и в целом о семьях, помолиться вместе. И как это необходимо. Я хочу предложить тоже некоторые рассуждения. Ну, мое слово будет построено так. Несколько мест Писания я буду делать как бы короткий разбор. И они с разных книг Библии будут, ну, так вот в одной теме. Первое местописание, оно, наверное, будет как бы основанием для всей, для всех рассуждений. Очень знакомое местописание из первого послания Петра, третья глава. Ну, я начну с первого стиха, а потом определю, где остановиться. Первое послание Петра, третья глава, с первого стиха. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Выдеть ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. До этого места. Братья и сестры, нет, больше, наверное, к сестрам пока, я потом и к братьям буду говорить, но больше к сестрам хочу сейчас сказать. Иногда бывает, даже затрудняюсь сказать, иногда или часто, когда подобные места читаются, то в душе сестры бывает неприятно это слушать. И на то есть причины. И какие причины, я хочу две причины назвать. Нередко бывает и тогда, когда на сочетании читает брат-служитель. Ну, а что прочитаешь? Ну, послание к ефицианам никак, ни один не обойдет. Да, жены, повинуйтесь мужьям. Мужья, любите своих жен. И бывает неприятно это слышать. И бывают такие даже высказывания. Да, об одном и том же. Ну, что там братья могут сказать? Вот я помню, у нас объявили родительское общение. Ну, некоторые первый год не приехали, второй, а потом приехали, послушали. И как бы уже в виде исповедания говорят, мы даже не думали, как это ценно. А сразу мысль была такая. Ну, что братья для семейных могут сказать? Два только слова. Рожайте, слушайтесь. И все. Больше ничего и сказать нечего. А это мы знаем и без них. И даже и не хотели ехать. Почему, когда читаются места из Библии о послушании жене по отношению к мужу, вызывает непризнь? Я нахожу две причины. Одна причина в мужьях, другая в женах. Ну, сначала причина, которая в мужьях. Теперь, ну, как-то больше для мужей будет касаться. Вот посланник Ефесянам сказано, муж есть глава жены. Глава – это тот, который управляет, руководит. Это не просто вот я глава и все. Вот это все, что я могу сказать. Это значит, нужно уметь управлять и руководить. Пожалуйста, поднимите руку. Кто из вас хорист в хоре поет? Немного, да? Или низко руки подняли? Я думал, такой пример будет понятен, а мало рук поднялось. Ну, может быть, и не хористам будет понятно. Когда поет хор, есть человек, который руководит хором. Это регент. И есть регент, который управляет хором, а есть регент, который не управляет хором. Ну, и хористы знают, при каком регенте хочется петь. Который управляет, да? А есть так, регент себе там что-то руками водит, а хор себе и кто на что гораст, и туда и выплывает. Только выходит, регент настоящий, этот же хор сразу запел. И хористам не обидно, что им нужно подчиняться. Они хотят подчиняться. Дайте только руки тебе, кому подчиниться. Мы хотим, потому что знают, что не будет стройности, слаженности, если не будет руководителя. А просто вышел руками машет, это не устраивает. Нужно, чтобы повел за собой. Руководит. И тогда не обидно никому, никому не досадно, что приходится подчиняться. А иначе не будет красиво. Что-то подобное происходит в семье. Бог поставил главу в семье, чтобы он руководил, управлял. А когда он только руками вводит, а не управляет, тогда скопляются обиды, огорчения. Тогда не хочется слушать такие места. Опять одно и то же. Слушайтесь, слушайтесь. И только по-настоящему глава занял свое место, и вся семья в гармонии запели. Ну, запели, вы на сказание имеете в виду. То есть, каждый знает свое дело, каждый занимается своим делом, дополняет друг друга. И гармония бывает. Конечно, в идеальном смысле слова такого нет ни в одной семье. Это точно. Потому что мы имеем греховную природу, которая нам сильно мешает. И обижаемся, когда мы... Ну, сейчас если говорить о мужа, муж обиделся на жену за что-то, и уже не клеится у него, и не получается быть хорошим регентом в семье. И тогда уже как попало-пошло, натура греховна по этому. И все же таки, есть семьи, у которых это лучше получается, или, я бы сказал, не семьи, мужья. У которых это лучше получается, есть мужья, у которых это хуже получается. Ну, от этого кто страдает? Страдает сам муж, страдает жена, страдают дети. Ну, и в какой-то мере и в церкви потом не устройство. Ну, если в семьях нет устройства, и в церкви нет устройства. От этого все вокруг страдает. Тогда, когда глава не на своем месте. И тогда трудно бывает в семье, особенно жене трудно. И поэтому, когда есть и больше такого неустройства, и тогда, когда жена слышит на сочетании, жены, повинуйтесь, а у нее в душе одно и то же. Повинуйтесь, повинуйтесь. Это одна причина. Ну, может быть, чтобы не возвращаться больше к этой теме, тогда я еще такой пример приведу. В Евангелии Луки, 22 глава, 49 стихе. Там не о брачной теме идет речь. Там идет речь о аристе Иисуса Христа в Гексиманском саду. Когда он с учениками Иуды не было с ними, и он с учениками там собрался, и вдруг факелами освещается сад. И там такое слово есть. Петр же, видя, к чему идет дело, по-моему, даже статья Чухонцева где-то была на эту тему, да? Значит, видя, к чему идет дело. Я скажу так вот, ну, если глава на своем месте, он должен видеть, к чему идет дело. Ну, может быть, несколько библейских примеров. Ну, случаи, когда кто-то видит, к чему идет дело, а кто-то не видит, к чему идет дело. И какие последствия? Ну, вот даже этот же случай в Гексиманском саду. Петр сориентировался, видя, к чему идет дело. То есть, что он понял? Он понял, что сейчас арестуют Иисуса Христа и уведут его. Иуда не сориентировался. Об этом подробно не сказано на страницах Писания, но нетрудно это увидеть. Что когда он предал, и со стороны наблюдал, и когда увидел, что его приговорили к смерти, пошел и удавился, значит, он не рассчитывал на это. Я не знаю, не написано, что он рассчитывал. Но он не видел, к чему идет дело, его затея к чему приведет, он поздно увидел. Вначале вот этого не видел. Или такой пример. Вот Авигея и Навал. Приходят юноши от Давида. И говорят ему, Давид просит, чтобы ты дал покушать людям моим. Кто он такой? Тут много сейчас рабов, беглецов, и что, я должен всех кормить, что ли? Ах, человек же ты, ты не видишь, к чему ведет дело. А к чему дело шло? Когда Давиду донесли, он вооружается и говорит, к утру не останется ни один живой мужского пола в этом доме. Вот к чему ведет дело, а Навал не сориентировался. Авигея хоть и жена, но она сориентировалась. Она поняла, к чему идет дело. Ну, я подробностей не буду, помните вы, да, она там набрала много-много продуктов, угощений, пошла навстречу, встала на колени, поклонилась Давиду, просит прощения за мужа своего. Их смягчилась ситуация, изменила, смягчило сердце Давида, и выровнялась ситуация. Она поняла, к чему идет дело, А Навал не видел. Или вот в Египте, когда Бог выводил народ израильский из египетского рабства и посылал казни на царство египетское, и народ потом уже приходит к фараону и говорят, или ты не видишь, страна гибнет. Народ уже простолюнь. Ну, кому нужно было бы видеть, как не царю, правда? Ему же доверено руководить, а он не видит. Он думает, что все это случайности, какие-то затеи какие-то, вот этого там Аарона до Моисея. Народ простые уже видят, а он не видит. И им пришлось им говорить, или ты не видишь, Египет гибнет. Ну, и потом тогда и до него стало доходить. А вначале он этого не видит. Как плохо, когда человек не видит, к чему идет дело. Но кто в семье должен видеть, как не глава? Ведь у наших членов есть каждое свое назначение. Голова для того, чтобы думать. Руки, чтобы работать. Ноги, чтобы ходить. И если Бог мужа поставил главою, чтобы думать, чтобы видеть, анализировать, правильное решение принимать. И бывают такие мужья, когда уже со стороны видят, дети, подростки видят, к чему идет дело, а он не видит. Со стороны приходят, говорят, или служители, или просто рядовые, говорят, ну ты же понимаешь, семья разваливается. Ничего страшного. Как плохо, когда глава не видит, к чему идет дело. Вот это одна причина, которую я хотел отметить, почему женам неприятно слышать. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Когда глава не выполняет свое назначение, тогда страдает семья, страдает жена, страдает, и бывает плохо в семье. А вторая причина в женах кроется. Ведь душа жены, она тоже испорчена грехом. И жена тоже часто бывает не на своем месте. И это тоже дает какую-то реакцию в семье, трудности, неприятности. Ну, допустим, не может быть промолчать, где нужно промолчать. Ну, и другие, многие вот таких деталей, которые вот... Ну, и потом, в силу испорченной природы и жены, ей неприятно слышать это, что надо поминоваться. Вообще, повиновение, послушание, никто из непослушных в небо не войдет. Это точно, это однозначно. Об этом Писание говорит, вот в послании к евреям об этом сказано, 3 глава, 18 стих. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных». Это здесь относится и к мужьям, и к женам, ко всем. То есть, с Богом отношения строятся правильные, не иначе, как через покорность. Вот как Адам с Евой проявили непослушание первой заповеди, не есть это дерево познания добра и зла, и стали грешниками. И теперь, то есть, они разлучились с Богом, и теперь примириться с Богом только этот путь. Хотя вся ветхая природа наша, она сопротивляется, возмущается. И вот даже наши дети, может быть, это касается детей наших, полезно такой пример провести, недавно у меня был разговор с одним юношей, он сын верующих родителей, и он один в семье, который пошел очень плохо, пьяницей стал, то по ресторанам, то с какими-то бандитами связался, то драки, то гулянки какие-то, и вот так вот. А теперь он недавно покаялся, и после покаяния пришел ко мне домой, такой здоровенный парень, на полголовы выше меня, широкоплечий, рыдает и говорит, дядя Павлик, если бы ты знал, как я устал. Я во многих, в делах таких нечистых участвовал, это ничего не в радость. Противно самому, ну, вроде я освободиться не могу, нет силы противостоять. Противно, нагрежишься по уши, а потом сам себе не рад, на душе как будто бы вот наплевано, как будто бы вот, ну, настолько противно, нет удовольствия. Я, когда, он иногда и на собрание приходил, я, говорит, всегда приду и улыбаюсь. Я хочу показать верующей молодежи, что у меня тоже жизнь неплохая идет. Улыбаюсь, а саму противно, рад бы куда-то деться, провалиться бы сквозь землю и все. Как трудно, как противно, потому что природа восстает греховно. Он и понимает, что это плохо, а как трудно выкарабкаться. И сейчас у меня есть переживание, он недавно покаялся, обычно таким трудно подниматься, он не один год вот в такой, в грехах таких жил. И он говорит, как противно, а силы нету. Вот так бывает, наша природа, когда восстает, духу хочется покориться Богу, покориться Священному Писанию, а плоть восстает. И когда слышится евангельская весть, жены, повинуйтесь, это же евангельская весть. Это тот путь, который принесет удовлетворение внутреннее, духовное. А плоть восстает, опять одно и то же. Другого ничего братья сказать не могут. То есть я вот эти две причины хотела указать, когда муж не на своем месте, и это трудно жене повиноваться. Вторая причина, природа греховная жены, она тоже восстает. А все-таки, позиции мира сего, они коренным образом отличаются от позиций евангельских. И все-таки это евангельская позиция, жены, повинуйтесь своим мужьям. Хочу еще такую мысль отметить, что удовлетворение внутреннее, мир в душе, можно получить только на том месте, куда Бог поставил. Иногда вот приходится слышать от эмигрантов, говорят, ну, плохо у нас, на душе плохо. И там в собрании нету, такой, ну, благодати, слова живого, и другие, третьи, четвертые причины. И некоторые из них сознают причину, а некоторые мне приходилось говорить. Это все детали, о чем ты говоришь. А главная причина, знаешь, какая? Внутренний мир можно иметь на том месте, куда тебя Бог поставил. Если Бог тебя не посылал туда, там ты покоя иметь не будешь. А кого-то послал, тут будет иметь. Америка здесь ни при чем. Ни при чем здесь Германия или еще что-то. Вопрос в том, что ты на том месте, куда я бы Бог поставил или нет. Я тоже эмигрировал в свое время, с Россией в Украину. И когда стоял вопрос о моем переезде, я получил ясность, что я должен ехать, я знал, я жил в шахтах, и удовлетворен был своим служением, которое Бог мне верил, милость такую Бог явил. Но знал, что сейчас, если не покорюсь, я потеряю то, что имею. Я должен быть на том месте, где Бог меня поставил. Если в отношении семьи говорить, ну, иногда приходится, по разным причинам, разницы нет, или муж не на своем месте, или другие причины. Но если жена уже становится не на своем месте, внутреннего удовлетворения, покоя иметь не может. Это возможно иметь только тогда, когда на своем месте, на том, которое Бог определил. А так Богу было угодно. А Он вправе, Он наш Творец, Он владыка наш. И поставил каждого на свое место. И теперь покоришься, рад будешь, мир получишь. Будешь противиться, не будет мира. Хоть даже у тебя и получится, многого достичь. Если бы, одна жена говорит, если бы я все в свои руки не взяла бы, до сих пор бы не было бы у нас во дворе плиткой постелена. Не было бы кухни хорошей, не было бы этого. Ну да, теперь это есть. Но мира в сердце нет. Вот и все, и выбирай. Нет, я не против плитки во дворе, друзья. Я говорю о том, что все-таки на своем месте, когда человек стоит, тогда он получает мир и покой. Ну, немножко у меня длинное вступление получилось, прошу прощения. Теперь я хочу на некоторые слова из прочитанного обратить внимание. Ну, первое слово, это так вот. Драгоценно пред Богом. Это четвертый стих. Ну, на одно слово обращаю внимание. О драгоценности хочу поговорить. Друзья, с возрастом и со способностью мыслить, когда возрастает способность мыслить, меняются ценности. Я вам приведу пример. Вы родители, я такой пример приведу с детьми связан, который будет очень понятен. Вот две куколки возьмем. Одна кукла просто вот плюшевая такая, внутри ватой набита, но ярко-розовая. А другая кукла серенькая. Но она с механизмом. Кукла может говорить и может ходить. И вот мы поставим две куклы и дадим возможность выбрать годовалому ребенку. Какую куклу выберет? Розовую, да? А десятилетняя девочка серенькую выберет, да? Она уже выше понимает, больше мыслит. Она выберет серенькую. Ну, что тут плюшевую возьмешь, да? А эта с механизмом разговаривает, ходит. Конечно, она выберет серенькую куклу. Ну, это мы сравниваем с годовалым ребенком и десятилетним. Но у нас есть другие ценности. У взрослых, у родителей, у пожилых. Ну, больше нам нравится, может быть, не серенькая кукла, ходящая. Есть. Братья и сестры, а нам безразлично, что нравится Богу или нет? Апостол Павел говорил так. К стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Вот даже тоже на семейном примере приведу, чтобы о Боге познания несколько слов хочу сказать. А пример такой приведу. Когда муж знает свою жену, вот идет домой, и он знает, что ей принесет больше удовольствия, если он ей купит шоколадку или цветы. Ну, кто-то отвечает, то и другое, да? Может быть, это муж должен знать. А есть жены, которые говорят, что мне приятнее, если ты мне шоколадку принесешь. А есть жены, которые говорят, а мне приятнее, если ты мне банан принесешь. А другой жене приятнее цветы. Муж должен это знать или нет? Братья и сестры, я скажу, что не все мужья это знают. Я не хочу процентовку сейчас восстанавливать, но это знают не все мужья, и это плохо. Он собственную жену не знает, хотя прожил 20 или 30 лет. Он не знает, какие ей слова нравятся, или он хочет ей предложить какое-то приятное провести время, и он не знает, что ей предложить. Он ее не знает. Он не знает, что ей приятнее. Или поехать на лодке покататься, или, может быть, куда-то в красивое место свозить ее на машине, пусть она побудет. Он не знает. Так трудно угодить Богу, тому человеку, который не знает Бога. Он не знает, что ему нравится. И чтоб мы знали, что нравится, Писание нам открывает. Вот я прочитал, что драгоценно. Вот Бог смотрит на нас здесь, я даже не знаю, ну, наверное, человек 200, чуть побольше. Сидим мы, родители все. Мы сидим здесь, есть постарше, есть помоложе, есть отцы, матери, есть начинающие молодожены. Но только знаешь, что пара сидит, это начинающие. Это я точно знаю, остальных не знаю точно. И Бог смотрит на нас с высоты небес, и каждого сердца видит. И я уверен, что так, Богу вот вот этот семья или этот муж больше нравится, а этот меньше. Или эта вот жена тоже больше нравится. А вот тот негодный человек. Мы не знаем, как Бог, о ком думает. Мы можем догадываться, можем ошибаться. А Бог смотрит и оценивает. Я думаю, это не новая мысль, да? Бог видит и оценивает, и смотрит. И кто-то найдет благоволение в очах господних, а кто-то нет. И поэтому нам нужно знать, что Богу особо нравится. На кого Бог смотрит и смотрит, вот эта душа красивая. И смотрите, что написано. «Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно». Не просто нравится Богу. Он ценит, как жемчужину. Он в восторге от такой жены, которая вот такие качества имеет. Она является сокровенным сердцем человеком кроткого и молчаливого духа. Ну, почему здесь кроткого сказано? Потому что молчаливость разная есть. Есть злая молчаливость. Как замолчала, слово с нее не выбьешь. Злая молчаливость. Она разрушает семью сильно. А кротко-молчаливость – это другая. Ну, кротость – это не злобивость, доброта. Молчаливость – добрая. Это там, где нужно промолчать, промолчала. Вот Авигея, да, помните, как она основала? Она вернулась от Давида. Давид возвратился, не стал убивать, и она ему ни слова не сказала. Нет, бы вернулась и сказала, «Ты представляешь, негодный ты человек, что ты натворил? Скажи спасибо, что я вступилась». Нет, она промолчала, ни слова не сказала. Молчаливость такая. И Бог смотрит на такую жену, и ей она нравится. Вы представляете, что значит понравиться Богу? Он же и благословит. И над детьми будет работать, в душах детей. И материальные вопросы будет усматривать. Нет, если нужно провести через какие-то испытания, проведет, чтобы большей ценности достигнуть, потому что цель-то все равно царство небесное, это же мы не должны вычеркивать из нашего духовного взора, что там-то у нас цель, туда мы стремимся. И если нужно, проведет через что-то, но он работает над нами, вырабатывает качества, чтобы как жемчуг были, чтобы ценность была. И Писание так просто говорит. И понять это несложно. Даже на нашем уровне мы можем это понять. Что драгоценно пред Богом? Сокровенный сердце человек, кроткого и молчаливого духа. Друзья, сестры, трудно это понять, а? А исполнить нелегко, правда? Но если знаешь, что это Богу нравится, это Он ценит, ну тогда надо стремиться к этому. И вот теперь слово сокровенный. Ну это, в общем-то, это главная тема моей проповеди сокровенный. Ну или, чтобы полнее прозвучало сокровенный сердце человек. Что обозначает слово сокровенный, а? Погромьте. Спрятанный, невидный. Вот такую христианку, сестру, жену Бог хочет видеть. Незаметной, спрятанной, ненавиду. И если жена всегда на виду, Господу это не нравится. Для него ценность, тогда, когда она не является на виду, прячется, скрытая, незамеченная. Я хочу привести несколько библейских примеров, потому что я сказал, что несколько разборов, разбор нескольких текстов сделаем. Просто несколько личностей библейских взять и посмотреть, как это в практической жизни проявляется. Вот эта сокрытость, вот это когда уходит в тень человек, хотя может творить великие дела. Вот я иногда приводил пример, но здесь этого брата знают, и мне даже захотелось привести пример. Когда я жил в шахтах, ну, мое служение было в основном такого направления. Я занимался с детьми, проводил детские лагеря и участвовал в благовестии. И так Господь соединил меня с одним братом, что он был моим помощником в проведении лагерей и моим помощником в благовестии. Вы его знаете, это Витя Передиреев. Ну, помогал как мог, мы с ним находили общий язык, хорошо, потом, когда я уехал, и тогда я только понял ценность этого помощника. Ну, я руководитель, есть и минусы, мои минусы, есть и плюсы, ну, и вот хороший руководитель, да. Когда я стал проводить лагеря без него уже, уже в Харьковской области, смотрю, сколько у меня недоработок, сколько, и то упустил, и то недоработал, и то забыл, а думаю, почему же у меня в шахтах так не получалось? Он умел это замечать и дорабатывать. Сделает и уходит в тень, его не видно. И даже у некоторых возникали вопросы, зачем он в лагере нужен? Ну, ладно, ты беседы проводишь, ты организовываешь, а он зачем в лагере нужен? И я только понял, для чего нужен был, когда уехал. Он оставался незамеченным. Вот такую роль Бог определил для сестры, для женщины. Ну, сестры, не спешите огорчаться. Оставаться незамеченной и делать большие дела трудно, но это благословенно, и я постараюсь в том последствии об этом сказать. Но сейчас вот хотелось бы, чтобы поняли, что Бог хочет от нас, как это практической жизни. Ну, первый пример, который я хочу привести, первая книга царств, первая глава. Я думаю, что догадались, что будете речь об Анне. Я хочу сделать сейчас такой короткий разбор, чтобы не просто об Анне вы хорошо помните, знаете, но некоторые детали этой удивительной женщины посмотреть. Я прочитаю эту историю, а потом немножечко порассуждаем. Был один человек из Ромафаим Цафима с горы Ефремова, имя ему Елкана. Сын Иерихама, сын Илья, сын Тоху, сын Цуфа, Ефрофянин. У него были две жены. Имя одной Анна, имя другой Финанна. Друзья, я, наверное, на некоторые вопросы попозже задам, а на некоторые моменты, которые потом боюсь, что вы сейчас не обратите внимание на детали, то походу буду задавать. Вот у Елканы было две жены. Скажите, какая была первая, а какая вторая? Анна была первая. Это имеет значение. Дальше я скажу, какое имеет значение. Финанна была вторая. У него было две жены. Имя одной Анна, а имя другой. Финанна была другая. Финанна. У Финанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Ильи и два сына его Офни и Финьи, священники Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал опять теперь порядок, большое внимание на последовательность. Давал Финанне жене своей и всем сыновьям ее, дочерям ее части. То есть гостинцы давал. Ну так вот заведено было в этой семье. Я думаю, хороший порядок такой. Хорошо, если и в наших семьях заведено, что по какому-то случаю отец приготовит гостинцы всем и будет раздавать. Кому он вперед? Какой жене давал вперед гостиниц? Финанне. А почему не Анне? Она же первая жена. А там дальше интересно. Анне же давал часть особую. Я так это в себе представляю. ну потому даже дочитаю этот стих уже. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну. Хотя Господь заключил чрево ее. То есть его даже то, что она не имела детей, это не повредило его любви к ней. Он ее любил. А почему он ей в последнюю очередь гостиниц давал? Я думаю, что Анне не было обидно. Она знала, что ее череда придет. Потому что он ей лучший подарок приготовил. Представляете, если бы сейчас подарил подарок Анне, дорогой, хороший, а потом остальные смотрят, ну знаешь же, обычай такой сейчас будет всем дарить. Вот сейчас и нам, а раз, а он дешевенький. Как обидно, правда? Уже рассчитывал на что-то более ценное, а на дешевенький. Но здесь отец имел мудрость. Подарил все довольны своими подарками. Ну а когда уже после того, как он уже порадовался, тогда уже Анне лучше. Ну что ж, кому что досталось, да? Но здесь даже мудрость Елкана имел. Чтобы других не огорчать, подарил. Ну а для Анны у него особый подход. Это особый его близкий человек. И он особый подарок ей дарил. Это тоже для наших рассуждений имеет значения. Соперница ее сильно огорчала ее. Что бы означает слово соперница? Ну прямо наверное слишком сказать, что ли, тот человек, который враждует. Враг. И вдруг теперь в этом доме оказывается враг есть. Интересно, что они не были соперниками. Она одна была соперница. То есть Анна не враждовала. И мы это сейчас увидим. А Финана враждовала. Скажите, у Финаны были основания для враждебности? Читаю дальше. Соперница ее сильно огорчала, ее побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил в срево ее. Я думаю, что если бы Анна чем-то обижала Финану, она бы ей это говорила, смотри, ты какая негодная, ты мне то сказала, то сделала, ты там мне ковы строила. А у нее нечего сказать было. В душе ненависть есть, бушует, а сказать нечего. И тогда придумала, что сказать, ты бездетная, Бог тебе детей не дал. Ну, разве в этом она виновата? Как нечестно поступает Финана, правда? Ну, в чем ты ее укоряешь? Разве в этом ее вина? Нечестная была Финана. И она огорчала ее, и обижала такими словами, в чем Анна абсолютно виновна не была. Так бывало каждый год. Это не так себе просто. Это нужно было годами нести все это. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкан на муж ее Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? От чего скорбить сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? он понял, что у нее есть переживания. Ну конечно жена без детей, да? И он ее так любит, он хочет понять причину и говорит ей, он даже догадаться не может, что причина это финана. Он думает из-за того, что у нее детей нету, поэтому она скорбит. Ну в общем-то я отмечаю, что Елкана был внимательный муж. То есть он заметил, что она оскорбит. Я думаю, что не каждый муж это заметит. Если мужу это не надо, жена и прячет свои слезы от него. И она прячет его не сильно присматривается. Лишь бы подала суп, покушал, да спать пошел. А он не так был, он внимательный был. И начинает с ней беседовать. Анна, ну почему ты печально? Ну я же к тебе, ну вот как я отношусь? Да я лучше, чем 10 сыновей. Ну разве ты это не замечаешь? И сказал Елкан муж ее, так это прочитали. Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше я для тебя 10 сыновей. И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме. И встала Анна, потом мы дальше почитаем еще, вот в этом коротком слове, встала Анна, я вижу богатство и красоту этой женщины. Удивительная. Какой ей шанс сейчас пожаловаться мужу, да? Он сам подошел и спрашивает, ну что ты печалишься? Ну скажи ему, шанс тебе такой, такая возможность сказать, что Елкана сил моих больше нету, меня Финана годами уже добивает. И она этого не сделала. Вот я сравнение такое хочу сделать, только противоположное. Там вот когда Иродиада злобилась на Иоанна, желала его убить, но не могла. А потом дальше так повествование. Настал удобный день. Эта женщина внимательная была, она искала этого случая. И коль пришел удобный день, она не упустила шанса. Ну когда плясала дочь, угодила, и она научила, требуй головы Иоанна Крестителя. Очень удобный момент настал. Повторится ли такой момент она не знала, надо его использовать. А вот Анна не использовала удобный момент. Ну куда еще удобней? Елкана подошел и спрашивает, что ты плачешь? Да такими добрыми словами, ну смотри, ну я же для тебя, ну лучше десяти сыновей. Ну момент, пожалуйся ему сейчас. И он все на свои места поставит. И Анна этого не сделала. Что она сделала? И втала Анна после того, как они ели и пили в селоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Она молилась Господу. Какая красивая душа, правда? Не воспользовался моментом, никому не мстит, она пошла Богу душу излить. И сейчас мне тогда хочется рассказать один пример. Беседую с одной старушкой, она сейчас в вечности уже. Но старушка, я бы сказал так, она выглядела старше своих лет. Ей было чуть-чуть 70, может быть 68, 69, когда я беседовал, нет, 68, наверное, но выглядела на 80. Она много пережившая в жизни, она многодетная мать, и вот просто так вот мы беседовали, она расположилась ко мне и стала рассказывать несколько часов подряд. И я ее слушал, без слез трудно было слушать. Ну, кратко, вот ее жизнь. В 22 года она вышла замуж, а к Богу пришла она не с христианской семьей. И мать сильно ей запрещала ходить на собрания, и когда ей было предложение выйти замуж, ей было 22 года, она с радостью приняла это предложение, ну, и вообще потому, что нормально замуж выходит. Ну, и еще одна причина была уйти от гонительницы из дому, которая запрещала ей ходить на собрания. А жизнь семейная складывалась очень трудно. Муж отступил от Бога, стал пить, изменять ей, и часто ее бил. Она говорит, мне пожаловаться было некому, я маме не могла рассказать, потому, что она верующих ненавидела. И теперь вдруг сказать, что он отступил. Ну, не могла я это рассказать маме своей. В доме свекрови, она несколько лет прожила в доме свекрови, но свекровь неплохая была. А сестры, то есть заловки ее, с первого дня ее не восприняли, и такую атаку устроили, а там такие, чуть не сказал зубатые, как по-другому сказать, не знаю. Ну, трудно было с ними жить. Потом они достроили свой дом, ушли в свой дом, и жизнь очень трудная. Она когда-то рассказала мне до конца, а я говорю, сестра, если бы вы в 22 года знали, что так ваша судьба сложится, вы бы вышли замуж или нет? Как вы думаете, что она ответила? Она даже не задумывалась, конечно бы вышла. Я удивился и говорю, а почему? И она тогда мне рассказала не внешнее, а внутреннее переживание. Я был в восторге, смотря на эту старушку. Она из всех переживаний я научилась утешаться в Боге. И рассказала как. Однажды говорит, сильно плохо со мной муж поступал, а его накручивали сестры его, и он такой ярости пришел и меня побил. Сильно побил. Мне горько было, досадно, а детей много, у них больше 10 детей, кстати, все верующие. И перед смертью и муж покаялся, и члены приняли, и ушел в вечность примиренный и с Богом, и говорит, мне так горько было, мне так тяжело, все, сдает моя психика уже, я не знаю, что со мной будет. Я тихонечко встала с постели, когда муж уснул, ушла в другую комнату и стала сильно плакать пред Богом. И вдруг Господь своей благодатью моей души коснулся и душу наполнил мир Божий. Синяки перестали болеть, душа мир нашла. Говорит, это передать трудно. Я простоял несколько часов с колен, мне казалось, если я встану, я потеряю вот это состояние такое, когда мир наполнил душу, так светло мне стало. Я тогда перестала роптать на судьбу свою, думаю, при хорошей жизни я бы этого не испытала бы. И когда утром встала после такой общения с Богом, как будто бы ничего не произошло. Я встала пораньше, приготовила завтрак, с любовью к мужу отнеслась, проводила его на работу, я работаю потом для детей, я несколько дней в восторге была. Бог посвятил душу мою. Братья и сестры, вам знакомо, вам понятно, о чем идет речь или нет? Кому-то непонятно, кого бы Господь ни касался, кому Господь ни разу не сказал иди с миром, тот не знает, о чем идет речь. И вот говорит, тогда опять прошло время какое-то, опять какая-то трудность, опять горечь на душе, а у меня уже есть опыт. Я опять на колени, поплакала перед Богом, опять Господь посетил, и вот это мне давало силы пройти жизнь христианкой, воспитать детей, все дети верующие. И муж в конце жизни обратился к Богу. И говорит, ради этого стойло жить такую жизнь. И я смотрел на ней, думаю, в Царстве Небесном, когда Бог будет венцы раздавать, мы думаем, вот мужи какие-то там вот есть сильные, да, они тоже получат свою награду. А сколько получит эта душа, да, это драгоценно пред Богом. Бог смотрит как на жемчужину, и там в Царстве Небесном это все обнаружится, это все видно будет. Вратисусе такой была и Анна. Когда елка она спрашивает, что ты плачешь? Она ему ничего не сказала, пошла пред Богом, как мы с вами здесь прочитали, да, и молилась Господу, и горько плакала. Ну, потом, что произошло еще с этой женщиной? Она прошла в дом Божий поплакать, и здесь ее не поняли. И здесь Илья, священник, душепопечитель, который должен понимать переживания, а он ей говорит, ну, так как она говорила, только губы шевелились, и он ей так грубо говорит, что ты прошла сюда пьяною? Я даже хочу прочитать. Я пропущу один стих. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илья смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илья счел ее пьяною, и сказал ей, Илья, да коли ты будешь пьяною, вытрезись от вина твоего. Пришла в дом Божий, и вот так ее встретили. Смотрите, как дальше произошло. Постарайтесь понять интонацию даже слов Анны. И сказала, нет, а отвечала Анна, и сказала, нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Огорчение чувствуется в этих словах, а? Не огорчение, не обиды. Кому же ты объясняешь душу твою открываешь, а? Вот этот, который так отнесся к тебе, она ему душу открывает. Я скорбящий. Да, деталь она не открыла, она не сказала, в чем у нее скорбь, ни за финану не рассказала, ни за то, что она бездетная. Но в беседе, нам приходится с учителем беседовать, и в беседе чувствуется, или когда огорчение есть, или когда открытая душа. Вот здесь чувствуется, какая открытая душа. И что дальше? Реакция Ильи, это тоже интересно. И отвечал Ильи и сказал, иди с миром. Он понял, что он не прав, правда? Понял. И ему даже неловко, да, плохо, что он прощения не попросил. Но дальше его разговор говорит о том, что она его покорила. И ему так неловко, и отвечал Ильи и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, что ты просила у него. Все, он тут уже благословлятие стал. Она его сразила добротой своей, красотой души своей, и священника сразила. Теперь несколько слов за Самуила. Самуил совершал служение в особый период в народе израильском. Бог долгое время молчал и не разговаривал с Израилем. Вы знаете, это трудно. Вот есть люди или поколения отдельные, нет, отдельные личности даже, которые были свидетелем больших дел божьих. Ну, допустим, которые своими глазами видели, как Моисей ударил жезлом по воде и раступились воды Черного моря. Есть люди, которые своими ногами прошли по дну Черного моря. Потом об этом будут рассказывать три тысячи лет, и мы об этом знаем понаслышкам. Библия нам передает, свидетели записали, но мы этого не видели. А есть некоторые люди, единицы в истории, которые это сами видели. Есть люди, которые сами видели, как Христос Лазаря воскресил. Об этом будет две тысячи лет потом говорится, и мы этому верим, но есть люди, которые это своими глазами увидели. Таких людей, которые видели великие чудеса Божьи, мало в истории. А в основном мы только знаем об этом, восхищаемся силе Божьей, и знаем и свидетельства других. Прошу прощения, выскочила мысль, которую я говорил до этого. о Самуиле, да. Вот Самуил жил в такой период, когда Бог молчал и не говорил, ни чудес не делал, Бог молчал. Это тоскливый период в народе, когда Бог молчит. И вдруг Бог нашел человека, с которым можно говорить, Самуила. Это великий был пророк в Израиле, и он еще был юношей, ну, вы помните, как он там послушно бегал до Илья, и тоже нас это удивляет, и мы подросткам говорим, смотрите, какой послушный, раз говорит, я тебя не звал, второй раз я тебя не звал, и третий раз и все равно бежит. Откуда взялся такой мальчик послушный? Откуда взялся такой великий пророк в Израиле? Одну деталь хочу отметить, величие, как пророка, как мужа Божьего, когда ему народ заявил, что поставь нам царя, он сильно огорчился, плакать стал, а Бог говорит, не огорчайся, они не тебя отверли, этим требованием народ отвергает Бога и отвергает пророка Божьего, ведь они-то заодно работают и Самуил, и Бог, они говорят, поставь нам царя, и Бог тоже подмечает эту мысль, они меня отвергли, и теперь стоит Самуил перед народом, который отвергли и Самуила, и Бога, и он теперь к ним обращается, после этого обращается и говорит, я не допущу греха перестать молиться о вас, какая красивая душа, да? Я знаю одного служителя, лично знаю, которого сняли с ответственности за церковь, там много было служителей, он был ответственный, ну, были на то причины, и его отстранили, но на нем был оформлен молитвенный дом, его реакция была такая, продал молитвенный дом, и церковь выгнал на улицу, это в нашем объединении есть такой случай, скорбно, отлучили, конечно, его, но тогда его еще не отлучили, его только поставили вторым пресвитером, он за этот дом молитвенный продал, а Самуил, когда его отвергли, он говорит, а я не перестану молиться о вас, это великий муж Божий был, Бог с народом заговорил, потому что появился этот муж, он юношей еще был, юношей, отроком, Самуилом, и Бог заговорил к народу, он на видном месте, история его знает, Израиль его помнит, Самуила, а откуда он появился такой, а? Анна его родила, и для того, чтобы такой был Самуил, нужно было, чтобы была такая Анна, она сделала великое дело для Израиля, и вообще для всего народа Божия, и нам с вами, если смотреть, в плане развития Божьего плана спасения, и для нас она много сделала, и ушла в сторонку. Самуил потом стал мужем, пророком, судьею в Израиле, он вопросы решал, дела вершил, а Анна ушла в сторону и осталась незамеченной, но она великое дело сделала. Сокровенный сердце человек, не надо ей быть на виду, она сделала большое дело и ушла в сторону. Вот хочу еще тогда несколько привести примеров библейских, еще чтобы увидеть, так, чтобы не одностороннее это было. Вот я сейчас назову имя одной женщины библейской, ну, попрошу пока сестер ответить, если уже сестры не ответят, то братья. А вы ответьте, кто это такая? Ну, я почему хочу так сделать? Не смущайтесь, если даже не ответите. Имя это даже малоизвестное, как раз я хочу подчеркнуть сокровенность, а потом расскажу, что она сделала, какое великое дело вообще в глобальных масштабах в деле нашего спасения. Имя этой женщины Иесавев. Поднимите руку, кто знает, что эта женщина сделала? Что? Нет, не мать Моисея. То Иеховеда, да? Иесавев. Скажите, правильно, спрятала Иеаса, когда Гафоля умерщвляла царских шиновей. Вот я хочу немножечко вам о ней рассказать. Я специально, вы не смущайтесь, это неудивительно, что ее мало кто знает, но как раз это и подчеркивает ее сокровенность, это и подчеркивает ее красоту. Если мы посмотрим на Ветхий Завет с вот такой точки зрения, весь Ветхий Завет это приготовление нашего спасения. Простой вопрос задаю. Где и когда было совершено наше спасение? На Голгофе 2000 лет назад. А подготовка к этому событию шла 4000 лет с момента грехопадения до голгофских событий. Это не просто время шло, это шла подготовка. И вот у нас на библиотических курсах мы просматривали вот эту всю подготовку, это удивительно, как развивалась эта подготовка. И все, 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 все события именно туда вели к Голгофе. Как потом Господь совершит это спасение? И вот по Божьим планам спаситель миру придет сын Давида. И дьявол об этом знает. И теперь удобный момент покушения на родословную линию спасителя нашего. Дьявол наперед смотрит, он в тротеях нужно прервать эту иодгофолию умершляет всех царских сыновей. Иисовех, дочь, то есть жена священника Иодая, спрятала годовалого мальчика Иоаса. И он не умершлен. Я не думаю, что весь Израиль понимал серьезность событий, но священники понимали. Они следили за родословной линией великого царя Давида. Они знали, что Мессия, которого ожидает весь, в течение всего Ветхого Завета народ израильский, священники, они знают, что он должен прийти из сынов Давида. А теперь не осталось ни одного в живых. Я не знаю, в Библии нет подробных описаний, как они переживали, но один священник знал Иодай, что великое дело сделано, Иас спасен. И когда ему исполнилось семь лет, он собрал военных людей, посадили его на престоле и ликовал весь Израиль. Об этом сказано. Израильтяне, чему вы радуетесь? Семилетнего мальчика воцарили, что он мудро будет управлять народом? Нет, тут духовные причины для радости. Оказывается, теперь огласили, Гафолию убивают там же в этот же день. Все, опасность миновала, и теперь весь Израиль узнал, оказывается, Бог вступился, и родословная линия Христа сохранена. Это величайшее дело в деле нашего спасения сделало. Кто? Иисовев. И ушла в сторону. Трудно даже придумать имя мужа, который столько бы сделал, сколько эта женщина. И у Бога это на счету. Да, это ей большим риском, она сильно рисковала. Представляете, если бы Гафолия узнала, что она спрятала этого мальчика, что бы ей было? Да, думаю, наверное, все родство могли бы истребить. Так делали цари. Один кто-то восстает против указа царя, уничтожает все родство из двоюродных и троюродных. И она, рискуя своей жизнью, великое дело сделала для нас и ушла в сторону. Сокровенный сердце человек. Я приведу еще две личности очень для нас знакомых. Первая это мать Иисуса Мария. Вообще, как мы должны относиться к Марии? Я помню, полгода назад в одной церкви мы проводили очищение, там у нас в Харьковском объединении, и там одна душа была отпавшая, но еще не отлучена, затянули вопрос ее отлучения. Она ушла в православную церковь, ну, по-мирски жить стала, но братья говорят, мы знали и ожидали очищения, и поэтому не спешили уже до вашего приезда. Ну, и вот теперь, когда уже с отчинами церкви со всеми побеседовали, ну, уже как вот, чтобы уже со всеми побеседовать, и пришлось встретиться с этой женщиной. Ее убеждали, подруга ее начин в церкви, подруга ее убеждала, ну, встреться с братьями, наверное, не хочу. А потом согласилась и говорит, хорошо, ну, когда она пришла на встречу, я с ней беседовал, она говорит, я еще не решила, буду я с вами разговаривать или нет. То есть, она ушла в православную церковь. Говорит, я вам задам несколько вопросов, и после ваших ответов я скажу свое решение, я согласна с вами беседовать или нет. Я говорю, хорошо, задайте. И первый вопрос, как вы относитесь к Деве Марии? Я говорю, хороший вопрос. Писание на случай так. Ей ангел Гавриил пообещал, Бог пообещал, тебя будут облажать все роды. Она достойна того, чтобы к ней относиться с великим почтением. Она этого достойна. Достойна по своей праведной жизни, она была праведницей. И даже потому, что она нам родила Спасителя. Только единственная у нас разница в отличие от православных, мы ей не поклоняемся. но мы ее глубоко уважаем и почитаем. У нее глаза расширились, она думала, я буду сейчас хаять Марию. Ну, мы же баптисты. Я говорю, И даже мы, говорю, проповедуем о ней. А почему? Об Анне можно проповедовать, о Данииле можно, о Марии нельзя. Можно о ней проповедовать. Второе, больше она вопросов не задавала, сказала, я согласен побеседовать. Сейчас я хочу проповедовать о Марии. Одно же случай был такой в жизни этой семьи, неприятный случай, сына потеряли. Когда ему было 12 лет, они пошли для поклонения в Иерусалим и сына потеряли. Ну, как потеряли, ну, не мальчик он маленький был же, не годик ему, уже подросток. Я так себе представляю, они побудут на поклонении и потом возвращаются в Галилею. Я думаю, что с детьми, с хозяйством с какими-то, то есть, я имею в виду, хозяйство, ну, что-то на дорогу они берут покушать, где-то спать нужно, значит, что-то подстелить берут. Ну, то есть, какие-то сумки были у них. И я думаю, что с сумками с такими им идти приблизительно четверо или пятеро, четыре или пять дней. То есть, дорога дальняя. Быстрым мужским шагом можно это расстояние пройти за три дня. Ну, учитывая, что и женщины, и сумки там, и дети, думаю, что дней пять нужно было идти. Я представляю, что это шествие было приятное. Вот я помню, как в моем детстве мы ходили помогать семье, которые строятся, ну, допустим, помазать глиной стены. Каким мы удовольствием шли? Нам просто было приятно вместе побыть, потом вместе покушать. Может быть, не столько пользы от нас было, но все равно приобщали, потому что это жизнь в церкви. Плохо, что сейчас это утрачено. Наши, наверное, стандарты бытовые не позволяют. Ну, не пригласишь же кафельную плитку в таком профессиональном уровне положить детвору, да? Ну, а раньше проходило это. И это очень приятно было. Я так представляю, что они собрались с толпой, и дети, и взрослые идут, беседуют, поют, и такое шествие. Идут они из Иерусалима в Галилею. Склонился день к вечеру, устраивается на отдых, вытаскивают тормозки свои, стелят где-то что ночевать будет, и кинутся, а где же Иисус наш? А его нету. К одному кругу, к другому, да где-то ж должен быть, ну как, ну где-то ж он должен. И тут уже тревога сердце, а его нету. Оббежали всех, а его нету. Все теперь покушают, будут укладываться на ночлег, я представляю, будет далеко за полночь беседовать. Ну такое общение, это вообще приятное. А Иосифу и Мерии не до бесед, я думаю, что они и ужинать не стали, стали искать. Вы знаете, я терял, дважды терял детей своих, поделюсь с вами. Однажды я потерял сына, потерял на рынке, ну наверное, ему годика два было. Он держался меня за карман. Мы с женой идем, смотрим, что покупать, толпы народа кругом, и он держался за карман все время. Иногда я пощупаю, рука его здесь, опять иду, потом раф, а его нету. А толпа, ну как в троллейбусе, битком. Я и туда, и сюда, а рынок громадный. Все всколыхнулось у меня, и в поту весь, не знаю где, ну наверное, минут 10 я его искал. Я не знаю, что я пережил за эти 10 минут. А там смотрю, вот какой-то мужчина ведет за руку. Он меня увидел, о, папа, я его схватил на руки. Второй раз я терял, даже не я, ну с моей дочерью связанная, сестра моя, первая дочери, тоже была годика два с половиной, наверное. И она взяла с собой ее погулять. Она ее искала три часа, но нам не говорила. Я тоже представляю, что она могла пережить за три часа. Но когда уже видит, что найти не может, идет, во-первых, сразу, что она идет без малышки нашей, а во-вторых, бледная вся, заплаканная, говорит, я Олю потеряла. Ну, можете представить мои чувства, да? Быстро я замоцликал, садись, где, что, проезжаем, а там километра три, она пошла там, три километра от нашего дома, там она ее потеряла. Приезжаем, она стоит на улице. Ну, тут нервный срыв тогда у сестры уже моей, у меня еще не получилось, она с три часа, она стала на нее кричать, я говорю, не надо, не кричи. Ну, я должен был на тебя кричать, я же не кричал, а что ты на дитя кричишь? Не надо, не кричи. Я ее взял на руки, ну, разобрались, оказывается, она ее оставила, говорит, постойте две минутки, и зашла во двор, там куда-то им нужно было зайти. Здесь выходит соседская девочка, а дети, знаете, быстро находят общий язык. Так лет пять девочки, увидела, малышка стоит, девочка, иди сюда, она подошла, тебя как зовут Оля? А мне так, пойдем ко мне, я тебе цветочки покажу, куколки покажу, и завела ее во двор. И все, и она там куколки смотрит, а это здесь уже, что делать? Ну, а потом она вывела ее, а теперь не знает куда, и в этот момент мы подъезжаем. Так, все благополучно. Братья и сестры, а Иисуса искали трое суток. Вы можете представить, да? В чужой стране, а его нету. Материнское сердце, вы можете понять, а? Вообще, мы люди, все люди лицемерные. И, и Писание об этом подтверждает, лукаво сердце человеческое, и крайне испорченное. Ну, в чем лицемерие наше? Вот все равно, любой из нас, здесь находящимся, здесь себя ведет не так, как ведет дома. Правда? Здесь мы такие все спокойные сидим. А дома по-другому. А уж в критический момент вырывается то, что есть сердце. Правда? Вот когда человек уже не контролирует себя, когда какое-то сильное переживание. Вы хотите прочитать, что вырвало сердце Марии, когда она нашла Иисуса? Трое суток искала, и вот теперь нашла. Первая ее реакция. Здесь уже лицемерию места нет. Вырвется то, что ведет сердце. Послушайте. Ой, прошу прощения, в Луке, а я Матфея открыл. Вторая глава, 48 стих. И увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему, Чада, что ты с нами сделал? Нет, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Почему она не сказала? Я же мать твоя, сердце мое материнское разрывалось, да? Отец твой и я. Даже в критический момент муж на первом месте, а она потом. И в этом красота. И почему это сердце вырвалось? Потому что так и сказано, сокровенный сердце. Чтоб так в сердце было. Не рваться на первое место, на видное место. Я думаю, что Иосиф нисколько бы не обиделся, если бы она здесь выпалила, как ее материнское сердце страдало. Ну и еще один пример. Мария из Вифании, которая помазала Иисуса перед Аристом его. Разбила Аллавастровый сосуд мира. И там присутствовали апостолы. Один евангелист описывает в общем, что апостолы выражали недовольство. Другой евангелист уточняет, что за правилой в недовольстве был Иуда. Но все-таки были подвержены все апостолы вот этим недовольствам. Но они говорили, к чему такая трата? Господь за нее вступился и сказал, что вы смущаете, она доброе дело сделала для меня. То есть вот этот момент, что приближаются последние часы и минуты жизни до страданий и распятия Иисуса Христа апостолы не уловили. Не уловили другие жены, которые в первый день недели взяли мира, шли помазать, но опоздали поздно. И вовремя только сделала Мария. Вот насколько она была близка с Господом, как она это усвоила, как она это могла понять, что именно сейчас этот момент, сейчас надо это сделать. Друзья, чувствуется здесь по духовным качествам, она здесь выше апостолов стоит, да? Я даже набираю смелости так сказать. Ну, проходит время, распяли Христа, воскрес Он, наступает день Пятидесятницы, выступают апостолы. Петр выступает и говорит, мы не пьяны, исполнилось пророческое слово. Почему Петр говорит, он великий апостол? А давайте ее с Марией сравним. А Мария выше его духовно была, она лучше его усвоила переживания души Иисуса. А почему в день Пятидесятницы ее не видно? А потому что сокровенное сердце. Она сделала, она помазала, а теперь время апостолов, теперь они пускают, хотя тогда они не сориентировались, они тогда хуже выглядели Мария. Но теперь должен занять каждое свое место. Петр на своем месте, Иоанн на своем месте, Павел на своем месте. А жены они сделали не меньше в деле спасения, в деле служения. Можно еще и приводить примеры великих дел, которые совершали жены и уходили в тень, и уходили и становились сокровенными. И это красиво. Бог именно такую хочет видеть сокровенный сердце человек. Дорогие друзья, сестры, пусть вам не будет обидно, что Господь такое положение поставил. Это Божья премудрость, это Божье ведение. Нам только покориться, занять свое место и совершать великие дела, быть близко к Господу, чтобы иметь откровение от Него, но не выходить на видное место. Не выходить, это не ваше место. И Богу угодите, и Богу приятно будет. Но настанет день, когда другая ситуация будет. В этом же послании Петра, которое мы читали, я сейчас несколько стихов ниже прочитаю. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом оказываем честь, как, почему честь? Как сонаследницам благодатной жизни, что такое сонаследница? Союз со, или приставка со, говорит, что вместе. Здесь муж на первом месте, жена на втором, а там вместе. Сонаследница. И еще Христос сказал, в Царстве Небесном будет ни мужского пола, ни женского. Это различие только для земной жизни. Это в Божьей премудрости, так Бог определил. А там в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, третья глава, там вот так будет происходить. 14 стих. У кого дело, которое он строил, устоит, мужчина или женщина, брат или сестра, разницы нету. У кого дело устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Вот там Господь, я так представляю, соберет всех святых. Я не знаю, как лично это будет, или по категориям Бог поделит, не знаю, чуть-чуть я пофантажирую, вы меня простите уже. Построит он те, которые большую награду получат, построит те, которые поменьше, поменьше, и будут те, которые потерпят урон. Впрочем, спасется, ну как бы из огня, без никакой награды. И там в этом ряду без никакой награды полно будет мужей, о которых мы здесь думали, вот это брат, вот это проповеди, вот это беседа, их там полно будет, дело их не сгорит, если, все. Ну почему в ад не попадет, потому что спасаемся мы не по делам. Если он не отречется от спасителя, он будет с Арсенбесом, мы спасаемся даром, по благодати Божьей, но награды никакой, его дело сгорит. А в том ряду в самом верхнем великую награду там будут жены или нет? Будут. Бог знает дело каждого, и там он все поставит на свои места. Но здесь он хочет видеть сокровенный сердце человек. И так ясно Писание это открывает. И тогда будет и на душе хорошо, и в семье хорошо, благословенно будет. Да, для мужей тоже есть слово, но я сейчас просто хотел больше говорить для жен, так лежало на сердце, именно эта тема сокровенный сердце человек. Это удел женщины-христианки. И да благословит Господь вас, дорогие друзья, занять то место, которое Бог определил, вершить великие дела и оставаться незамеченной, и это приятно Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok